Дорогие мои дружочки, всем привет! Меня зовут Дарья Немкова, я книжный блогер, надеюсь, что твой любимый книжный блогер. И сегодня у нас с вами охота на зимние книги. Да, вот так вот необычно сегодня мы будем с вами охотиться. Поэтому заваривайте себе чай, кофе, а чай будем повкуснее, погляднее, а мы с вами начинаем. Если ты все еще не подписан на мой книжный телеграм-канал, самое время это сделать, я вас там очень сильно жду, поэтому в описании под этим роликом бегите, приходите по ссылочкам и пишите там даже привет, все такое. В общем, ребятушки, сейчас мы с вами направимся в книжный магазин и будем там искать только зимние книги. А после я вам сделаю распаковку книг, которые у меня не только зимние, которые мне пришли совсем недавно, что-то я сама купила, и то, что я купила в магазине после охоты. В общем, ребята, поехали! Так, ну что, друзья, самая новогодняя из этой выкладки, конечно же, Ась Лавринович. Сказка о снежной принцессе. Почему-то все у меня спрашивают, где же ее купить. Ну, вообще-то она продается, ну, прям вообще везде. И вот, на выкладках, кстати, цена хорошая, мне так кажется. Вот, она здесь. Мне кажется, что больше всего зимних книг будет в романтике и просто в прозе. Вот, я сейчас в фэнтези нахожусь, в разделе фэнтези, но мне кажется, здесь прям такого вот чего-то такого зимнего я не найду. Мне кажется, а, наверное, так и есть. Да, вот по обложке, если смотреть, восхождение фениксов, ну, похоже, как будто бы что-то зимнее, да? Ну, снег, да, везде. Поэтому, смотрите, восхождение фениксов. Не знаю, что по аннотации. Должно быть что-то суперинтересное. У меня, кстати, она есть, первая и вторая часть. Но вторая, видите, уже, видимо, здесь какое-то лето, весна. Вот, кто читал, ребят, обязательно напишите мне в комментариях, права я или нет. Хотя я знаю, если вы хотите чего-то такого, знаете, новогодней, зимней атмосферы, обязательно берите Креста Шипа Фроз. Первую часть, вторую часть и третью, потому что там фэйра будет выбирать подарки на Рождество, поэтому обязательно берите эти книги, вот именно из фэнтези. И ещё Стеклянный Трон, например, для меня ассоциируется с чем-то таким холодным, зимним, потому что обложка такая. Вот, у меня тоже есть здесь, на этих стеллажах, на моих книжных, поэтому, может быть, я всё-таки смогу уже два года собираюсь её читать, и никак не начну. Говорила вам, что будет очень сложно найти что-то из фэнтези, такое вот зимнее, но нет, смотрите, под субь льда и снега. Ничего не слышала про эту книгу, хотя видела её однажды, что она входила в какие-то там топы и так далее, но вот, такая вот она 16+. Если кто читал, то же пишите в комментариях, как вам она. Вот рядом стоит продолжение. Как я была не права, потому что, смотрите, осколки серебра и льда, это у нас фридом, и тоже создаётся такая зимняя атмосфера. Вот, ну, как-то так. Кстати, друзья, у азбуки вышла ещё, по-моему, мне кажется, в октябре медалистка. Вот так вот она выглядит, и это первая, по-моему, манхва про вот какой-то спорт и так далее. Ну, вроде бы, такое было в дайджесте у азбуки, поэтому я её сейчас беру, я как-то пропустила тот самый дайджест, не взяла, не успела, точнее, и сейчас я её возьму, потому что хочется даже её как-то прочитать. И уже вышла, кстати, вторая часть. Может взять сразу две? Взять ли мне сразу две? Первую, вторую? Даже не знаю. Даже не знаю. Смотрите, они вот так выглядят. Кстати, у меня есть баллы, поэтому, может быть, возьму и спишу это всё. Так, я пришла в мою любимую прозу, и давайте здесь тоже что-нибудь поищем, что может создать нам с вами новогоднюю атмосферу. Вот, кстати, через пять лет есть у Мифа, она в суперобложке, и там вроде бы что-то зимнее, но я могу ошибаться. Так, нашла Марико Тамаки «Нежный холод». Это, кстати, книги у меня нет. И мальчик, который умер, девочка, которая хочет знать, почему это случилось. Кстати, автор «Бестелленный Нью-Йорк Таймс» оставила здесь свой комментарий. Хочется только книги с зимним настроением. Вот я нашла, значит, «Фэнни Флэк, Рождество» и «Красный кардинал». Это абсолютно не новинка, он такой даже уже прям стариночка, но я прям из года в год вижу и слышу, что она вот создает какое-то такое зимнее настроение, «Птичка», «Красный кардинал». И книга прямо удостоена множества всяких интересных премий. Вот, как-то так. Я не читала ни одну книгу этого автора, я даже не знаю. Интересно она пишет, неинтересно, но вот что можно её взять, прочитать, вы теперь знаете. Смотрите, «Маленькие женщины» в издательстве «Миф» вот в такой прекрасной обложке, я прям помню это, это сцена из книги, поэтому тоже может вам создать. Девочки, как раз-таки сёстры, дарили друг другу подарки на Рождество, поэтому обратите внимание. Знаете, вот много книг у Дженни Колган, которые могут создать вам рождественское настроение, у меня есть эта книга, но я не читала, кстати, даже не знаю, как пишет Дженни Колган. Вот, есть такой формат, а есть чуть меньше, такой малышечка, которую можно брать с собой везде, в принципе. Так, друзья, пойдёмте быстрее в романтику, мы обнимем романтику, будем там тоже что-нибудь выбирать. Кстати, вот вам ещё пример. Сейчас, секунду. Красная линия, Соло Рейн, кстати говоря, скоро она мне её пришлёт, и видите, шапочка, да, хоккей, поэтому тоже, возможно, может создать новогоднее настроение, но красную линию я прям обожаю. Ребята, ну нельзя пройти мимо восхитительной ведьмы, потому что Таня будет в конце книги, значит, ставить ёлку, выбирать подашки, Олегу, обязательно к прочтению, там, вообще, новогоднее настроение будет вам обеспечено, я прям советую крепко, крепко вам вот эту книгу и вторую часть. Идём дальше, у нас Ася Лавренович, её загадай, любовь, ну как бы здесь всё само собой понятно, как бы хотим такую обложку, хотим другую обложку, это, кстати, кинообложка, вроде бы, с 24 ноября или с какого-то такого времени, да, у нас уже будет доступен сериал на ОКО. Что я ещё нашла, это каждый день декабря Китти Уолсон, я, кстати, хочу или её взять, или, пока что я не вижу, но вот я помню, что она где-то здесь стоит, и нужно выбрать. Я тоже очень хочу её взять, потому что она такая прям супер-супер, супер-супер новогодняя. Я думаю, что я возьму медалистку и вот эту книгу обязательно смотрите до конца, потому что будет распаковка, конечно же, я покажу вам новые книги, не только зимние, но и новые, другие книги, поэтому обязательно смотрите, не переключайтесь и ждите распаковки, там будет очень-очень интересно. Вот, кстати говоря, Такер, это вторая часть, первую я здесь почему-то не вижу, а нет, вот же она стоит внизу, у меня она есть, смотрите, как бы Аляска, всё происходит на Аляске, поэтому, может быть, тоже стоит на неё обратить ваше внимание. А вот и та книга, про которую я вам говорила, «Пятая зима», и я не знаю, что мне выбрать, «Пятую зиму» или же, сейчас покажу вам наглядно, что мне выбрать, «Пятую зиму» или «Каждый день декабря». Ну, вообще, по аннотациям мне больше нравится «Пятая зима», но, что я взяла из этого, узнаете уже в распаковке. Теперь у Сары Джилл новое оформление, смотрите, «Фиалки» в марте, но я бы с удовольствием прочитала её ежевичную зиму, но пока что вот в таком милом, классном оформлении её нет, так бы я прям с удовольствием её взяла, прям суперское оформление, вообще, я прям в восторге. Это, смотрите, что я нашла, что случилось этим летом в кейсе, я не знала, что есть такое, возможно, все вы уже видели, но я была в танке, поэтому, если вот, знаете, как вот подарок на Новый год, почему бы и нет, очень даже смотрится неплохо. Та-дам! Мы уже дома, и так, и первая книга, достаю ножницы, чтобы сделать распаковку. Кстати, ребята, вы обратили внимание на мои короткие волосы? Я вот так вот решила заняться лечением, уходом волос, и всякое такое. Жду ваши комментарии в комментариях. Что-то я, это вот просто, это я. Ребята, нужно везде искать какой-то вот, понимаете, лёгкости, сели и так далее. В общем, я распаковываю книгу, которую мне прислали, я её забрала прямо сейчас, и она абсолютно точно подходит под наш с вами сегодняшний ролик. И, ребята, это сказки от Андрея Горляка. Я думаю, что вы все помните, как я читала его «Злата Чуди Белоклазы». Эта книга была в мягкой обложке, сейчас уже в твёрдой. И просто посмотрите, вот так вот очень красиво, да, я думаю, что вы всё видите. У него очень сочетается с моим свитером, ну, потому что, ребята, у нас сегодня всё, ну, полный джингл-беллс. Вы у меня спросите, а почему ты сейчас в середине ноября снимаешь охоту на зимние книги, охоту вот это вот всё зимнее, что почитать зимой? Потому что я блогер, и у блогеров, у них сезон наступает немного раньше, чтобы когда для вас наступил тот период вот этого зимнего настроения, мои ролики уже были готовы, вы уже смогли бы зайти, посмотреть, что вы хотите почитать, что, вот, понимаете, я всегда на готове, и поэтому всё самое актуальное я готовлю для вас. Книга называется «Серебро ступенек дивных». Вот я обожаю его название, и у меня здесь есть автограф Дарьи Немковой, профессионала книжного мира с пожеланиями успехов свершения задуманного. Ребят, ну, вот это вот ещё вдвойне приятнее, когда автор тебе пишет пожелания. Я не могу, я не могу, ребята, кто хочет сказки, зимние, пожалуйста, вот вам, сейчас ещё немножко полистаем, а я пока что вам прочитаю аннотацию. Перед вами третья, заключительная часть замечательных сказок о девочке в лазе, о её удивительных путешествиях, умении находить решение в самых сложных ситуациях, о чистом детском сердце исследовании правды. В книге раскрыт давний подход предков к вопросам добра и зла, жизни и перехода в иной мир. Кстати, говоря, это правда, мне очень понравилось в прошлом раз, когда я читала сказку от Андрея Горляка, мне понравилось то, как он действительно показывает многие ценности, которые необходимо обсуждать с детьми, с подростками, сами с собой, между прочим, тоже. Текст написан невероятно красивым русским языком с плетением слов, зачастую вышедших из употребления, но понятных на глубоком уровне носителем русского языка для семейного чтения. Кстати говоря, да, очень-очень интересно еще именно по этому читать, что там такие необычные слова. Ты такой сидишь, думаешь, так, а что это такое? Вот, потому что здесь вот поимник, рассоха, давайте еще посмотрим, стеж, лествица, вот это все, вырвотень, что это такое? Вот вы узнаете в этой книге, здесь сразу есть расшифровка, название, сразу вы можете понять, покон, безутыху, вот это все, понимаете? И, ну, вот насколько прекрасная книга, насколько это будет, ребята, мило, насколько это будет интересно. И эта же сказка подходит не только для маленьких читателей, но и для таких больших-больших любителей, как я. Мне давно не пять лет, не десять, даже не пятнадцать, и даже не двадцать, но я по-прежнему люблю сказки, и поэтому, если вы такие же, как я, обязательно обратите внимание на эту сказку, все важные материалы я оставляю по ссылочкам в описании, вы знаете, что с этим делать, как обычно. Обязательно для настроения будут читать эту сказку, вот, и прям вот спасибо от души автору, поэтому спасибо от души автору, и вот у меня прекрасное настроение, вот после такого не могу, и я вас хочу зарядить чем-то таким удивительно, сказочным, волшебным, потому что в наше время этого себя не хватает, но вот такие книги-сказки, они, конечно, учат нас верить в добро, в правду, вот во все это, прям вот, я воодушевлена. Так, следующая книга, которую я купила в магазине, я вам про нее говорила, и это, ребята, распаковка полным ходом, медалистка, медалистка, я купила ее, первый том, и знаете, о, смотрите, здесь будет, не знаю, ладно, неважно, я вам говорила, что, посмотрите, у меня супер обложка, она выглядит так, супер обложка мне нравится, намного больше, я вам говорила о том, что хотелось бы мне купить вторую часть, ну да ладно, потом Азбука пришлет мне дайджест, и я там ее выберу, и что вы думали, пока что я шла домой, Азбука действительно мне прислали дайджест, и я закажу вторую часть, второй том у них. Так, Япония одна из сверхдержав фигурного катания, да, кстати, это я даже знала, но подзазнательном уровне. Уровень конкуренции в этом виде спорта крайне велик, и до национального чемпионата добираются лишь единицы. Однажды судьба сводит вместе двух людей, желающих преуспеть в фигурном катании, молодого человека по имени Цукаса, прежде возлагающего большую надежду на свою спортивную карьеру, и талантливую девочку по имени Инори, которая мечтает выиграть золотую медаль, но не может найти поддержки со стороны окружающих. И вот тренер и его ученицы начинают работать вместе, чтобы достичь общей цели и добиться признания на льду. Ребята, кому нравится что-то такое спортивное, особенно про фигурное катание, я знаю, что фигурное катание любит много меня, подписчиков, и просто смотрите, кто-то занимается, поэтому вот, плюс связано со спортом. Он говорил, что это манхва, но это не манхва, это манга всё-таки, вот, спортивная манга, в котором будет фигурное катание и много томов. Вот насколько много, я не знаю, но второй точно уже вышел. Так, следующее, что я новогоднего, зимнего приобрела, это у нас пятая зима от Китти Джонсон, она красивая, помните, я выбирала или эту, или другую, и всё-таки взяла пятую зиму. Эта история следует традициям лучших рождественских романов. Она напоминает о том, что вы способны воплотить в жизнь все свои мечты. Главное, не сдаваться и верить в лучшее. В детстве Бет потеряла родителей, поэтому её воспитанием занималась тётя, а затем Ричард и Сильвия, близкие друзья семьи. Бет рада оказаться в новом доме. Она давно дружит с Розей, дочерью Ричарда и Сильвии, а ещё Бет безответно влюблена в Марка, старшего брата Рози. Но это ещё не всё, друзья. Проходит время, и Бет получает приглашение на свадьбу Марка. Вот это да! Так начинаются пять зим, которые перевернут представление Бет о дружбе и любви. Я вот именно поэтому захотела прочитать «Пятую зиму», потому что ощущение, что будет очень-очень интересно. И что-то, чем-то аннотация напоминает мне «Один день Дэвида Николса». Если вы ещё не читали эту книгу, обязательно почитайте. А потом посмотрите фильм, который, не знаю, я не знаю тех людей, которые не плакали над финалом этого фильма. Ну и книги тоже, в общем, очень трогательно и проникновенно. Следующая книга — это у нас «Ограниченный тираж» Карен Маквестчин. Мама у меня читала от этого автора «Лунное дитя», по-моему, так называется. И она сказала, что это было просто очень-очень-очень интересно и захватывающе. И я решила сделать предзаказ на эту книгу, потому что аннотация очень такая завлекающая, немного пугающая. Роль в шоу-сериале «Маленький кусочек края» — тот опыт, который Мэри предпочла бы забыть. Но спустя годы Феликс Уорринг, Тоун, миллиардер и фанат шоу приглашают актёров в студию для съёмки продолжения. И это интригует всех. В Хэйвене актёрам предстоит же 10 дней, пока их будут снимать скрытые камеры. Награда — 2 миллиона долларов, при условии, что никто не выйдет из образа. Коллеги по цеху соглашаются, но по мере того, как вживаются в роли, понимают, что тут же сгущаются. Их явно собрали здесь не просто так. Старые незабытые травмы, ненависть, реалити-шоу, ставшая жизнью. Жертва жаждет мести, и на этот раз искупление не заставит себя ждать. В общем, «Шоу или ад» здесь написано. Ну, ребята, ощущение, что аннотация, конечно, просто такая вот бомбическая, я бы сказала. Следующая книга — это у нас «Неидеальная пара» Меган Куин. Это вторая часть в серии, не помню, по-моему, «Братья», как-то так они называются, не могу вам сказать. Книга номер один, ну, которую можно читать отдельно, «Неидеальное свидание», она лежит у меня там. Это «Неидеальная пара», по-моему, это просто книги про братьев. Я очень смутно плохо помню «Неидеальное свидание», потому что читала я его в параллель с еще одной романтической книгой, и у меня все смешалось. Ребята, не гадани, читайте параллельные два одинаковых жанра, ну, просто это мой совет. Может все смешаться, как у меня смешалось. В общем, что у нас здесь по аннотации? Дружу ли я с Джей Пи Кейном? Не смешите меня. Кроме того, он считает, что мужчины и женщины, работающие вместе, не могут дружить. Так что можно с уверенностью сказать, что мы не друзья. Скорее, скрытые враги. Похоже, этот раздражающий громкий тип до неприличия красивый нашел в себе развлечение. Заводить меня по нескольку раз на дню во всех, между прочих, смыслах. Можете себе представить, как я была счастлива, когда мне пришлось не только лететь с ним в Сан-Франциско по работе, но и становиться в одном пентхаусе, находиться 24 часа рядом и дышать одним воздухом. А еще Джей Пи взял привычку ходить по номеру с голым торсом и постоянно со мной флиртовать. Но указайте, кто может контролировать себя? Конечно, я, потому что я точно знаю, что мы с Джей Пи Кейном не созданы друг для друга. Или, может быть, созданы. Ну, в общем, я предполагаю, что это будет такая легкая романтика 18+. Без особых таких каких-то сложных тем, без чего-то вообще, в принципе, сложного. Я такое читаю частенько. Кстати, здесь очень много страниц. И Шаривит маленький. Вот такая большая история будет нас с вами ждать. Еще одна книга — это Али Хейзлвуд «Шах и мат». Друзья, здесь у нас будут шахматы. У нас здесь будет романтика, как вы видите, да. И мне кажется, это будет удивительно, интересно. И я хочу поскорее начать ее читать. В общем, ребята, если вам нравится что-то, связанное с шахматами, то вот, пожалуйста, Али Хейзлвуд, обязательно берите почитать эту книгу. Что же еще мне... А, ребята, подождите, я же хотела вам кое-что сказать. Посмотрите, ничего не замечаете. Вот. Ничего, ничего не замечаете. Как-то, как-то кажется, тренд снова возвращается на лиловые обложки. Ну, вот вы посмотрите, это все новинки, ничего здесь и старого нет. И все, и все, между прочим, лилового цвета. Я в шоке. Я в шоке, но я люблю этот цвет, поэтому, ребята, вот если бы у нас сегодня с вами была охота на лиловый цвет, я бы прям вообще с большим уловом ушла. Следующая книга, это «Единственный конец злодейки смерти», вторая часть, новелла. Первую часть я не читала. Вот так вот она красиво выглядит. Не читала, но как бы надо было бы почитать ее. Я очень хочу, очень безумно хочу, ребята, потому что я обожаю «Единственный конец злодейки смерти». Читала два тома. Третий у меня стоит и ждет своего часа, а четвертый ко мне так же пришел. В общем, я плавно вам советую. Это прямо, знаете, манхва, которую прям интересно, увлекательно смотреть, и при том, что она легкая, это смотреть, я сказала, смотреть, нужно читать, да. И при этом я прочитала первый, второй том, и я с удовольствием буду перечитывать это когда-нибудь в будущем. Ну вот же, вот, вот, буду новеллу читать. Вроде бы я показала вам все свои новинки, прям мне понравилась мысль с лиловыми обложками, вот, мне нужен срочно лиловый свитер, потому что, ребята, мой ежедневник. Здравствуйте! Кажется, это мой цвет, цвет мечты. В общем, ребята, надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно оставляйте ваши комментарии, обязательно переходите там по всяким ссылочкам, ищите меня в телеграм-канале, бегом, бегом все ищем, подписываемся на меня, и, конечно же, читайте, а не спите. Я вас всех очень сильно люблю и обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok